Говорливый, то значит именно где-то в Польше или за границей. Бо если бы ты был в Беларуси, то ты бы именно как-то поскромнее себя вел. Слушай, ты не только веселый, но и умный. Пиздец, что вудка. Что вудка? Умная вудка. Пиздец, блядь. А ты откуда мне пишут, что ты из Винницы? Из Винницы? Ну, блядь, ничего себе. А как это тебе так пишут, что я из Винницы? Ну, не знаю вообще, это программа, по которой мы с тобой разговариваем. Тут пишет Винница, Винницкая в область. Почти дома. Так? Не, я с Мельницкого. Знаешь, такой город? Да, знаю. И он не по-иншему ранее назывался, так? Проскурец. Не, Хмельницкий я более ведаю, так, Хмельницкий. Но это действие, это так само Хмельницкая в область, так? Это другая в область? Винницкая, Винницкая в область, это 100 километров от Винницы. Ну да, здесь и там. И ты там и живешь, ты родился, и ты не переехал от Кулии там? Не, 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 не. Приехал за границей. Приехал за границей, во время войны пошел в военкомат, мне говорят, подождем твою маму, подождем твою мать. А как у вас там за этим, за электричностью? Ой, блядь, тяжело. Честь у тебя сегодня есть. Но это не факт, что он сейчас будет, сейчас может драться потухнуть. Ну ты не унываешь, я гляжу. Ну а шо б не унывать? Ну да. Я такой коммуникабельный молодой человек. Ну, молодой человек, наверное, не вельми, а ли коммуникабельный так. Ну и шо ж, я шо не малышу, старый, блядь. Ну мне шо, блядь, 60 лет в обед именно, блядь. Ну сороковник, блядь, мужик в расцвете сил. Ну и не 20. Ну ты подождите, как Карлсон, блядь, в расцвете сил. А пропеллера не маешь, я так думаю. Есть у меня пропеллер, все нормально. Это, слышишь, я тебе скажу честно, вот мне сорок четыре через, буквально через пару недель. Ну я вообще не понимаю, что мне сорок четыре. У меня такое ощущение, ну двадцать пять, двадцать восемь. Вообще, ну никак, ни в голове, ни в голове. Ой, ось, а мне сорок, а по ощущениям я к тринадцать. Вообще именно, просто как бы я себя чувствую нормально, именно здоровый, полный духом. Сгоден. Чтобы москаля отсюда выгнать, именно дать пизды ему, именно нормальный, чтобы он именно уже... И ваш так же самое, чтобы усатый, блядь, это именно где-то уже делся. О, да. Гетевусатый лупень заебал, ты б только ведал, как. Не веду, как мы его... Был я в Беларуси много раз, был в Витебске, был в Минске, именно. Не, то, что красиво, то одна ситуация, да, он как бы это ему не... Вот именно... Даже именно вот в этом плане ему можно отдать должное, что он сделал красиво именно. Но то, что он, блядь, людей именно, блядь, садит в тюрьму, мучает, катует именно, это уже другая ситуация. Слушай, вы большая крыла сказать, чему вы говорите, что это он сделал? Он сам ходил и красил это, ты что? Я просто не веду, чему это он сделал? Ты понимаешь, смотри, ну, благодаря ему, благодаря ему, все равно благодаря ему. Как благодаря ему? Ну, я это вижу, что есть... У вас нема красивых городов, я бывал у вас и в Львиве. Есть красивые города, но ты понимаешь, когда человек приезжает, например, вот я же видел много интервью до войны, когда еще до 13-го года, вот до 13-го года, до всех этих воин наших, до вот этого. Он приезжал на предприятия, он ебал этих директоров. Ты понимаешь, знаешь, как сделать красивую обложку, это одна ситуация, а сделать изнутри все красивое, это совсем другая ситуация. Он нагинал, он нагинал, чтобы было красиво везде. Так а тебе не кажется, что когда человек сам хочет у себя делать красиво, то и нагибать не надо? Ну, хорошо, смотри, я почему-то, вот смотри, вот у нас, например, вот сколько было именно граждан именно, и все только говорили, что надо делать то, надо делать то, надо делать то, и это все оставалось на уровне разговоров. Почему, вот, например, вот почему многие вещи, например, тот же Крым, тот же Крым, почему крымчане так с легкостью перешли вот на русскую сторону? Знаешь, почему? Потому что наши правители забивали на все хуй, они просто крали все. Ну, Крым же, в общем-то, автономная область, у них там своя, своё управление. Автономно, автономно привязанное к Украине. Всё равно именно правительство, как бы, главное сидело в Украине, в Киеве. Автономия там себе типа была, как бы, да, она там себе там что-то там делала, но всё равно именно главный звонок был в этом, в Киеве. И так же по всем городам, почему, как бы, обложка может быть красивая, а ныряешь глубже, оно всё именно, чёрт побери как. Ну, слушай, я тебе могу и в Беларуси много некрасивого показать, если тебя водить по нашим дворам. Ну, то подожди, я был в Беларуси очень много, я был в Беларуси, в Витебске, я был по сёлам, я видел, но у нас такого в сёлах нету. У нас дорог в сёлах таких нету, как в Беларуси. У нас колхозы все именно, он не дал их разорвать у вас. Так а смысл? Ну, я так считаю, так это как раз и плохо, что они, вместо того, чтобы частные сделать управление, эти колхозы остались. Это же всё... Они у нас не то, что час, я тебя перебью, извини, они у нас не пошли в частные руки, их просто порвали, поломали и продали на кирпичи. Ну, землю-то кому-то отдали, кто там выращивает, я не знаю... Ну, землю отдали, хорошо. Колхозы... Были заводы, много заводов, просто их разобрали, попилили и продали. Ну, смотри, в Беларуси те заводы, которые есть, они работают на Россию. Весь половина экспорта белорусского идёт чисто в Россию, потому что продукцию белорусскую мало кто хочет покупать, она не особо конкурентоспособна. У нас, дай боже, если конкурентоспособна, это более-менее БелАЗ. И то я не знаю, может быть, сейчас уже как-то по-другому. То есть, вопрос, в современном мире построить завод это вообще расплюнуть? Здесь вопрос страшный на это. Неправда. Главное продать продукцию этого завода. Я с тобой согласен, но есть такие заводы именно, что их на сегодняшний день, чтобы построить, надо очень-очень много денег у нас. Ну, например, вот смотри, вот у нас в городе есть сакс-завод. Чтобы сделать эти коммуникации, это надо, ну, очень много денег провести эти коммуникации. А у нас взяли этот сакс-завод именно продали, а пришёл новый хозяин, просто попилил это всё и продал. Взял под это кредит именно, и всё. И всё, и до свидания. И всю вот эту коммуникацию. А чтобы это сделать завод, а этот завод занимал, например, там, целый микрорайон, например. Ну, завод, что производил этот завод? Сакс-завод. Что он производил? Сахар, сахар. А, сахар? Сакс-завод. Ну, так может, не было, ну, надобности в таком количестве сахара в стране? Не было рук, рук. Ну, рук не было. Ну, это я просто как вижу со своей стороны. То есть, получается, что кто-то купил завод, потратил на это деньги, на его покупку, а потом он его просто развалил и ничего на этом не заработал? Заработал, он взял под него кредит. Ну, а что, кредит отдавать не надо? Он его попилил, а завод, типа, остался в залог именно. А от завода, там, именно, рожки на ножки. По документам он завод, а по натуральному... Заработал он как, я не могу понять. Ну, вот тебе и муть. Вот тебе и муть, вот такая вот муть именно. Что он заработал, подставные лица на кого-то ослаблены. Вот, завод именно, его попилили, в кредит заложили в банк именно. Деньги взяли именно, завод именно банк отобрал, получается, как бы. А от завода только одно название, завод именно. На бумаге это завода, как бы. А в наявности это просто территория с попиленными, с попиленными именно инфраструктурой, именно разбомленной. Это и все. Ну, и все. Ясно. Ясно. Так что, не все у вас так плохо. Я согласен, он за последних вот этих 10 лет, он пидорас намутил гомномного. Посадил людей, там катует людей, я с тобой в этом полностью согласен. Но то, что он навел в Белоруссии такой порядок, которого нет в Украине, это 100%. Ну, вы же понимаете, что это из-за авторитарного стиля правления. Вы либо получаете авторитарное правление и порядок тогда, в кавычках порядок, потому что для меня это не порядок, это стерильность скорее, в котором ничего не может происходить. Либо вы получаете, ну, типа хаоса, но из которого потом демократический порядок появляется, и появляются люди, которые будут развивать страну. Ну, хорошо, а почему не сделать порядок, именно который нормальный порядок? Потому что один человек, нету, вы понимаете, что даже у нас с вами будут разные представления о порядке, что такое порядок. Потому что мы по-разному видим этот самый порядок. Мы даже, наверное, может не договоримся, где у нас в комнате будет диван стоять. Или какие занавески повесить. Нету определенного какого-то порядка. Смотрите, при демократии есть разделение властей. Извините, я немножко подушню. Разделение властей – законодательная, исполнительная и судебная власть. Вот они полностью независимы. И вот когда они реально полностью независимы, то есть законодательная, вы выбираете где-нибудь в Хмельницком человека на выборах, который вас представляет. Он говорит, вот вы думаете, ходите в Хмельницком и думаете, так, вот здесь бы парк разбить, предположим, здесь дома покрасить. Вот вам так кажется. И чувак, который идет на выборы, говорит, так, я хочу здесь парк разбить, вот это и это сделать. Вы говорите, вот, за него буду голосовать. Он идет в Раду-Хмельницкую, не знаю, как у вас там сделано. И ваши интересы там представляет. То есть он законодательно продвигает такие законы, чтобы этот парк можно было нормально сделать. В это время сидит мэр Хмельницкого, за которого вы тоже, наверное, голосовали. И этот парк реально разбивает. Но за этих людей проголосовало большинство в Хмельницком, например. А те, кто были меньшинством, их интересы в некотором смысле, как это, ну, ужаты, как это сказать правильно. Прищемлены, господи. Прищемлены, да, ущемлены интересы. Но так как они голосовали тоже за людей, которые что-то представляют, то их интересы представляются и в Раде, и в правительстве. Потому что их представители тоже туда прошли, просто и меньшинство. И через это, как его, исполнительная власть в лице мэра понимает, что, в принципе, жителям города хочется в этом городе иметь. Но когда между исполнительной и законодательной властью начинаются споры за что-то, тут вступает судебная, которая тоже независимая и говорит, вы знаете, по закону нашей страны мы должны вот парк сделать, например, а не парковку здесь. Или как-то вот в таком... Ну, я очень утрированно это говорю. А когда у власти один чувак сидит усатый, которому вообще не важно, какие законы, конституции, он просто делает так, как ему хочется, конечно, порядок, типа, потому что все делается так, как один человек хочет. Но это совершенно не представляет желания жителей Беларуси. Вот вы говорите, у нас порядок, заводы работают, а нахрена мне вот там какой-то завод, у нас там завод тягачей, этих колесных тягачей, например, в Минске работает. Во-первых, нахрена он в центре Минска находится, почему его не вынести? Нахрена нам завод колесных тягачей, если их покупает только Россия, и только из жалости, чтобы какие-то денюжки были изображать, что у нас идет производство. Они никому не нужны, они неконкурентно способны. И я не могу на это никак повлиять, понимаете, как жительство. Зато у нас порядок, чистый город, и все красиво, все покрашено. Это знаете, как у вас мальчик-идиот умственно отсталый, но он в красивой рубашечке и причесанный. Вот что-то типа такое. Не, ну, я понял, что ты говоришь. Ну вот смотри, хорошо, вот у нас, например, вот с дорогами, с дорогами, я не могу понять, вот у нас была куча президентов, и каждый президент, когда приходил, и все кричали как один, что будем делать дороги именно. Да, я знаю, я у вас ехал из Бреста во Львов, через Ковель, Червоноград, Луцк, там, конечно, трындец просто. Не, ну сейчас сделали там. Сделали, да? Сделали. Но суть не в этом, сделали, ну как их сделали? Их типа как подлатали. Ну, почему? Ну, хорошо, я вот не могу понять, вот это наше правительство, как бы. Да, я согласен, сейчас идет война именно, сейчас Зеленский, молодец, он не сдал именно, он там не убежал. Это одна ситуация. Но, как бы, берем ситуацию до войны, раньше. Все кричали, как один, там, ну, страна большая, как бы, не маленькая, там, 2000 километров, можно сказать, именно от Львова до Мариуполя, и там, 1000 километров, именно от Одессы до Белорусской границы, где-то, ну, плюс-минус где-то так. Ну, почему за 20, там, 30 лет, ну, 30 лет, там, Вильна, Украина, 20 лет более-менее вменяемая, как бы, Украина? Потому что то, что там было в начале, это там именно все такое было, именно, как не поймешь, что. Почему не сделать нормальные автобамы? Сделайте их платными. Я согласен. Но почему их не сделать, именно до сих пор нету ни одного автобама нормального. Почему не сделать нормальные дороги? Почему не сделать это все именно... Вот смотрите, вас беспокоят именно дороги, да? Значит... Да не то, это касаемо... Ты пойми, дружище, это не касаемо, друг, это касаемо всего. Я понимаю, ну, во-первых, не все сразу, да, как минимум, а во-вторых... Ну, 30 лет, сколько сразу? Ну, это я ничего не могу сказать, что у вас там конкретно. Ну, вы говорите, что-то сделали все-таки, вот я назвал дорогу, вы сказали, что ее сделали. Ну, сделали за последнее время, что-то сделали, сделали, знаешь, как... Такая смешная есть такая вот фраза, даже вот именно там... Вот этот 95-й квартал, когда там еще Зеленский был, они все шутили именно. Когда придут попередники, то будут попередники уже разбираться. А мы, типа, пока мы тут, типа... Пока мы, мы себе там, типа, мутим именно, коломутим. А потом придут попередники, хай вон уже разбираются. А потом пришли попередники, попередники уже разбиралися. Опять же, попередники разбиралися собі до карману. И там кажут, и придут попередники, хай вон уже разбираются. А тут, блядь, вдруг откуда не возьмись, блядь, в 13-м году Мейдан. Люди начали гибнуть. Дети там, женщины, мужчины там. Вот это все движение пошло. По концовке именно отматывают Крым. Крым даже не отматывает, его нахуй сдают просто. Сдают без единого выстрела, без ничего. Там, блядь, его было отстоять именно, вот так именно свистнуть. Его можно было вынести тех именно зеленых человечек, и все было бы по-другому. Потом после Крыма они посмотрели, ага, тут так легко Крым взяли именно, давай пойдем дальше именно. Пошли дальше там, а дальше больше. Дальше ты уже знаешь, Донецк, Луганск. Это как раз стало и триггером для того, чтобы у вас начались реальные изменения. И то, что ты как современная украинская армия. Получился замороженный конфликт. Там они там типа, там с 17-18 года там подстреливали, туда чуть-чуть, сюда чуть-чуть, типа, блядь. Но не сильно так, типа, как бы так. Легко, там, минские, там, эти договоренности, те в Минск едут, эти туда, там, именно, что-то они там себе друг друга лепят. Потом по концовке именно приходит такой язык, как Зеленский. А Зеленский уже чуть-чуть именно с другого теста гражданин получился. А Порошенко, типа, ничего не делал? Ну, как бы делал, но Порошенко, ну, как тебе сказать? Ну, я не могу понять Порошенко. Вроде он как бы не с цикун, а с другой стороны с цикун. Такая двухякая... С цикун Шрёдингера. Двухякая личность, типа, получается. Ты понимаешь? Вроде как бы он для Украины там и сделал что-то. Какие-то поступки именно там безвиз, там, то, то, то. А с другой стороны, когда надо было именно показать свой кулак, именно, что я тут именно в доме хозяин, он именно слился. Слушай, девушка, от Украины отойдём, я тебе два вопроса хотел просить. Ты кого-нибудь из белорусов, кроме Лукашенко, знаешь? Ну, как бы вот это вот, я смотрел вот это, типа, вио-президент, которая на сегодняшний день в бегах именно. Ну, как её зовут? Правительство без знаний. Как её зовут? Подожди, как её зовут? Я, ну, в натуре, я забыл именно, как её зовут именно. Светлана Тихановская. Тихановская, Тихановская. Муж сидит в тюрьме, она это... Да. Протасевича красиво он посадил в тюрьму именно. Ты считаешь, это красиво? Ну, а что не красиво он самолёт посадил именно, никто не ожидал именно. Короче, я понял, тебе нравится всё-таки сильная рука? Тебе нравится, когда вот мужик, типа, вот такую херню делает? Нет, это он не поддела. Мне по-человечески, мне этого Простосевича жалко. Как по-человечески. Но сделал он именно, придумал он именно это, как сделать. Ну, ты думаешь, что Лукашенко придумал? Я просто думаю, что это российское КГБ сделало. Ну, словил, словил его, правильно? А зачем его ловить? Я просто не понимаю, что это за... Кто это вообще, чтобы его ловить? Ну, блядь, ну вот у него... Я так думаю, я так думаю, что он, блядь, ослаблённый на, блядь, на белорусов, что его не поддерживают. Ну, конечно. Он ослаблённый на белорусов, потому что, как бы, он, я так себе думаю, что он считает, что я вот для вас стараюсь, а вы меня, блядь, типа, вот как, типа, блядь, нахуй, захуй, типа, вот так. Я думаю, что его это ослабило, и потому он такой злой именно, что он цепляет вот этих Протасевичей. Хотя этот Протасевич, это вообще, как бы, просто именно, это, там, журналист, как бы, да, ну, журналисты... У нас таких журналистов именно, тоже именно куча именно, которые именно, ну, просто, как бы, его это ослабило, ну, как бы, ну, я... Чтоб ты понимал, чтоб ты понимал, я не за вашего батьку, он пидорас, он конченый пидорас, даже потом, потом в том плане, что он на сегодняшний день пропускает через себя русские войска, которые идут на нас. Я... Чтоб ты себе не думал, что я там за него, что я там, это... Просто у него до каких-то определенных моментов у него были хорошие стороны. Ну, смотри, ну, тебе нравится, когда что-то делают вот так, ну, как это... По-мужски. Типа, вот, сказал, надо сделать. Ну, ты же понимаешь, что это только возможно при авторитарной власти. Нет, 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 смотри, я тебе так скажу. Ситуация двухдневной давности. Попали ракеты, блядь, в Польшу. НАТО, ебаная, ебаная НАТО. Вместо того, чтоб жестко дать ответ, жестко дать ответ, они начинают мяу, мяу, надо разобраться, начинают сисью мять там. А вот, это ракеты там, это, а это, может, это украинское ПВО. Слышь, Эрдоган, Эрдоган залетел в самолет, русский. Просто залетел, ничего не выпускал. Просто залетел. Его нахуй сбили и сказали, нехуй тут летать. Правильно? НАТО, ебаная, сука. Чего ж вы, сука, псы, блядь? Вы ж такие заряженные. Чего ж вы не дали сразу ответку туда? Ну. Ну, видишь, тут тоже есть разные точки зрения. Все не так однозначно. А, вот видишь, все не так однозначно. Эрдогану похуй. Однозначно, неоднозначно. Ты сюда залетел, получи фашист-гранату. Ну, правильно. Ну, правильно. Если вы военный блок, то давайте отвор. Вот я считаю, так должно быть. Зеленский тоже где-то как бы... Вот у него есть такие методы, когда он именно, блядь, нормально дает отвор. А бывает такое, что он начинает именно как в натуре. Как будто, блядь, накурился плана и начинает думать, блядь. А надо, не надо. Я такое бываю, когда я накурюсь плана. А надо, не надо, там, по работе думаю. Что мне надо сделать именно? А у вас разрешено, да, план курить или такое? Ну как? Ну не запрещено точно. Ага, ясно. Ладно, слушай, дуже добро с тобой разговаривайте. Але, уже долго мы тут сидим. Уже полчаса говорим. В общем, удачи там. Держитесь. Здравый смысл и весь мир с вами. Победите вы. Здравый смысл восторжествует, как бы, знаешь, как бы. Мы себе планируем, думаем, а как оно будет, так оно будет. Пусть победят люди и дай бог людям здоровья и белорусам и нашим украинцам выдержать этих псов, чтобы мы их пережили. Так, полностью сгоден. Все, хороший вечер еще у вас, ночи. Да. Чтобы свет не отключали. Покеда. О, долго разговаривали. Ну, видите, любитель сильной руки. Вот он не очень понимает, конечно, почему нельзя применять сильную руку, грубо говоря. Почему НАТО, Министерство обеспокоенности НАТО вот так поступает, а не иначе. Вот ему, он лука, пидорас, всех посадил, но то, что вот он там сделал. Чувак на примере показал, к чему приводит нездоровый образ жизни. Это ты типа, что он план курит. Да, Витрен здорово. Хотя, обратите внимание, вот Витрен тоже украинский блогер, который чат-рулетку делает. Пошукайте его канал. Тоже подписываю. У него где-то даже есть видео со мной.